Откуда в Haskell возникла необходимость упаковывать действия ввода-вывода в монаду.io? Нельзя ли было обойтись простыми функциями? Давайте посмотрим, почему метод работы с простыми функциями не очень хорош. Предположим, что у нас функция getChar, которая считывает с консоли один символ, имеет следующий тип char. В принципе это подходит, мы хотим считать char и получаем char. Но мы знаем, что в Haskell такого рода функция, которая не принимает никаких аргументов, она обязательно должна быть константной функцией. То есть эта функция должна всегда возвращать одно и то же. Между тем семантика функции getChar fromConsole, конечно, иная. Она должна возвращать нам именно тот символ, который был введен пользователем с консоли. Это могут быть разные символы при разных запусках программы. Поэтому такая сигнатура для функции getChar, она плохая. Давайте подумаем, а какая же была хорошая сигнатура? Как можно обеспечить в функциональном языке подходящую сигнатуру? Идея, которая в Haskell в общем реализована, хотя она реализована внутри и официально не объявляется, выглядит следующим образом. Функция для получения символа с консоли выглядит так. Она принимает некоторый абстрактный тип real world и возвращает пару real world и char. То есть это вот такая вот функция, которая взаимодействует с некоторым внешним миром. При этом внешний мир меняется, переходит в некоторое новое состояние. Этот внешний мир, это мир, где пользователь занес руку над консолью, а это внешний мир, в котором пользователь нажал какую-то клавишу. И, соответственно, вторым возвращаемым аргументом пары, которая возвращается вторым элементом пары, служит символ. Вот такая функция при разных инициализирующих мирах, она может возвращать нам разные символы. Собственная идея ввода-выводов Haskell как раз на этом и базируется. Внутри тип IOS, с которым мы сталкивались, как раз устроен подобным образом. Он хранит некоторое значение вот такого вот типа. То есть он хранит внутри себя функцию, преобразующую RealWord в вот такую вот пару. Собственно, тип IOS внутри GHC реализован следующим образом. Это не совсем точное описание. Более того, поскольку внутренности официально никогда не декларируются, того, как устроен тип IOS. Мы от версии к версии возможны некоторые изменения в том, каким образом внутри тип IOS реализован. Про тип IOS мы формально, с синтаксической точки зрения, знаем лишь следующий факт, что его kind это звездочка, стрелочка, звездочка. Этот kind как раз подходит для того, чтобы объявить этот самый тип IOS как монаду. Что касается типа RealWord, то про него в документации сказано, что он deeply magical, глубоко магический. Пользователь к нему никогда не имеет никакого доступа. Это некоторая внутренняя деталь реализации. То, что пользователь не имеет никакого доступа к этому типу RealWord, это очень хорошо, потому что значение этого типа можно использовать только один раз. Если мы размножим некоторые миры, мы можем получить некоторые ошибки исполнения. Действительно, это мир с рукой пользователя, занесенный над какой-то клавишей. И какую клавишу нажмет пользователь, мы на самом деле не знаем. Поэтому, еще раз повторяю, что внутреннее устройство IOS это некоторая деталь реализации, которая просто помогает нам понять, каким образом ввод-вывод в Haskell организован. Единственный способ в Haskell выполнить действие ввода-вывода, это связать его с функцией main программы. Функция main как раз и запускается в этой самой монаде IOS, и все действия, которые мы выполняем в функции main, они в монаде IOS и происходят. Более того, то, что происходит у нас в интерпретаторе, в GHCI, тоже неявно происходит в монаде IOS, потому что в интерпретаторе мы тоже можем осуществлять ввод и вывод.